Приветствую, друзья! Я продолжаю свой видеоотчет. К сожалению, не получилось на прошедшей неделе отчитаться по объективным причинам, и поэтому я постараюсь сделать отчет за две недели. 18 февраля в парламенте под председательством комитета по транспорту мы провели парламентские слушания о безопасности дорожного движения и заодно рассмотрели законопроект, который инициировал я и их группа депутатов. Суть законопроекта, я еще раз напомню, он касается повышения штрафов за нарушение административных, за нарушение правил дорожного движения, и там помимо штрафов очень много интересных таких изменений. Ну, допустим, уже приведу несколько примеров. Ужесточаем требования к автошколам, мы четко прописываем, какие требования должны быть к автошколам предъявляться. Кроме того, сокращаем сроки рассмотрения административных дел в судах, и помимо этого мы предлагаем создать базу данных административных правонарушений. К сожалению, до сих пор этой базы данных нет. Ну и многое другое этим законопроектом предусмотрено. В итоге, ну, как вам известно, было два законопроекта о повышении штрафов. В итоге я переработал эти два законопроекта, и сейчас мы хотим внести единый законопроект от группы депутатов. Сейчас мне должны дать согласие группы, ну, там, сейчас депутаты просматривают, если они дают согласие, то мы выносим в комитет для рассмотрения законопроекта в первом чтении. Далее, ну, в среду у нас, 19 февраля, мы рассматривали, продолжали рассматривать проблемы с ликвидацией госдирекции по восстановлению городов Ож-Джал-Аббад. В итоге парламент вынес такое очень мягкое решение, где мы даем поручение правоохранительным органам разобраться с проблемами в стройках, в каких-то злоупотреблениях, ну и так далее. Очевидно, еще раз мы к этому вопросу еще вернемся, ну, наверное, уже это будет летом. Помимо этого, значит, я сейчас разработал законопроект, которым хотелось бы отменить зональные коэффициенты, так называемые зональные коэффициенты, на выдачу обязательных патентов. То есть, что у нас сейчас есть? У нас, допустим, ну, скажем, букмекерская деятельность, она облагается обязательным патентом в размере 20 тысяч сомов. Но правительство в рамках этого базовой ставки, оно может утвердить, допустим, в городе Бишкек букмекерская деятельность будет облагаться там где-то 20 тысяч, на какой-то территории 15 тысяч, в Нарыне это будет 5 тысяч, там в Таласе будет 1000 сомов. То есть, в зависимости от численности населения правительство определяет ставку. Но, на мой взгляд, это неправильно, потому что в Налоговом кодексе и в Конституции написано, что налогообложение должно осуществляться, ну, как бы, едино на всей территории. Ну, и я предложил, как бы, отменить эти зональные коэффициенты. Посмотрим, скоро законопроект внесем на общественное обсуждение. Также мной был направлен в Комитет по экономической и фискальной политике законодательное предложение по разработке закона о ломбардной деятельности. У нас, к сожалению, нет закона о ломбардной деятельности, и из-за этого происходит бардак в регионах. Сейчас ломбардная деятельность стала совершенно неконтролируемой, и они, по сути, заменяют собой, ну, как бы, банки, да, они занимаются даже не сходственными функциями, берут там в залог недвижимость, хотя, мне кажется, их надо в подобных сделках надо ограничить. Они должны заниматься только залогом движимого имущества. Ну, и все залоги они должны регистрировать в соответствующих журналах. Поскольку нет специального закона, этого всего не делается. Комитет по экономической политике скоро будет рассматривать данный вопрос. Помимо этого, значит, в парламенте я поднимал вопросы о том, чтобы депутатам предоставили меморандум о намерениях правительства продать какую-то долю аэропорта Монасо с компанией Ростнефть. Я категорически не согласен с правительством. Это стратегический объект, и, к сожалению, мы еще не имеем большого опыта по заключению подобных сделок, и мы, опять же, можем пролететь, и потом будут возникать проблемы, как возникает сейчас с Кумтором. Также я попросил правительству предоставить раскладку по себестоимости электроэнергии, из чего она состоит, поскольку, вы знаете, в последнее время правительство говорит о том, что пора повышать цены на электричество. Я с этим не согласен. На мой такой примитивный взгляд, ценообразование должно складываться из обслуживания и ремонта, покупки, может, там, оборудования, турбины, проводов, трансформаторов, ну и обеспечения кадров. Вот, ну и, возможно, там должна закладываться обязательно, ну, невозможно, а обязательно должна закладываться и прибыль. Вот из этого должна состоять себестоимость электроэнергии. А в целом, вот, допустим, в Токтагулке у нас вода течет, она, вода не требует каких-либо денег. И вот мне хотелось бы узнать и рассказать народу, из чего состоит себестоимость электроэнергии. Как я получу, я обязательно вывешу эту информацию на своем сайте www.bekeshev.kyg. В последнее время участились такие случаи, когда станции техобслуживания, на которые мы законом о техническом регламенте наземных транспортных средств возложили обязанности по проведению технического обслуживания автотранспортных средств. Но не всех. Это касается грузовых автотранспортных средств и автотранспорта, который осуществляет пассажирский перевоз. И вот, эти СТОшки, они стали загибать очень большие цены, причем, по сути, они продают печатник. И у этих СТОшек нет квалифицированных кадров, чтобы проводить техобслуживание. И они, по сути, за 1000 сомов, за 2000 сомов продают печать. И я с этим не согласен. Я попросил правительство вмешаться в это дело и отрегулировать цены, чтобы, допустим, была какая-то шкала. Грузовые машины там 300 сомов, но не выше. Иначе, возможно, сговор между этими станциями техобслуживания и эти цены будут, как бы, по сговору устанавливаться. Я считаю, что правительство должно вмешиваться в ценообразование на данный вид услуги. Кроме того, мы 19-20 февраля проводили экскурсии. 19 февраля мы проводили экскурсию для студентов различных университетов, которые обучались ранее в школах Таласской области. И 20 февраля мы проводили для 24-й школы, которая находится в городе Пешкель, для них проводили также экскурсию. Я встречался с молодыми ребятами, им очень понравилась экскурсия. И мы продолжим подобного рода экскурсии. У нас очень много людей записывается. Я надеюсь, у нас будет все нормально в этом плане получаться. 21 февраля мы избирали кандидата на должность председателя государственной регистрационной службы. Слишком много слухов вокруг данных выборов и много обвинений необоснованных в том, что кто-то там взял деньги. Сразу скажу о таких фактах лично я сам не знаю. Мне никто эти деньги не предлагал, никто не давал. Я хотел проголосовать за презентацию одного человека, но поскольку появилась информация об этом человеке, нехорошая информация со стороны ГКМБ была прислана, поэтому пришлось сделать выбор в пользу другого человека. Ну и еще. Вот мы на этой неделе, буквально в среду 26 февраля, мы обсуждали законопроект в первом чтении, значит, поправки этого в закон о таможенных тарифах, где предлагается какие-то товары, по каким-то товарам снизить таможенный тариф, по каким-то, наоборот, ну, все это делается для того, чтобы поддержать местных наших фермеров, допустим, на мясо, яйца, мы поднимаем таможенную пошлину. Но в то же время правительство предлагает обнулить таможенную пошлину на ввоз с Малайзии пальмового масла. Я боюсь, что пальмовое масло заполонит наш рынок. Я прочитал в интернете информацию о том, что пальмовое масло является вредным для употребления и поэтому я попросил Минздрав дать мне соответствующую информацию, потому что в интернете очень противоречивая, имеется противоречивая информация по пальмовому маслу. Ну, посмотрим, как будет ответ. Я также вывешу его на своем сайте. Мы продолжаем работать и будем работать обязательно с гражданами. Вот сегодня буквально я провел телефонные беседы с гражданами, с теми, особенно с пенсионерами, которые не могут выйти из дома. Они звонят ко мне и я в свободное время переговариваю с ними по телефону. Вопросы, конечно, разные поднимаются. В основном пенсионеров интересует, ну, понятное дело, пенсия. Пенсия сейчас маленькая и ее надо поднимать. Ну, все это зависит, опять же, от размеров бюджета. Вот, в целом, моя вся работа. Что касается, ну, возможно, я где-то чего-то не рассказал, но об этом вы можете почитать на моем сайте www.bikeshev.kg Kijin. Спасибо большое за внимание. До скорых встреч.